Всем привет! Мария Бутырская была наравне с Ириной Слуцкой, олицетворением российского фигурного катания в 90-е годы и начале 2000-х. Но именно воспитанницей школы ЦСКА было суждено стать первой в истории страны чемпионкой мира. В фигурном катании урожденная москвичка Мария Бутырская начала заниматься в 5 лет. Изначально она пошла в спортивный клуб «Вымпел», располагающийся в левобережном районе столицы. Очень быстро стало понятно, что для такого таланта в обычной секции, где спортом занимается для здоровья, а катается лишь зимой на открытом ду, тесно. Мария перебралась в спортшколу ЦСКА и там сразу же начала выигрывать все детские старты. Так продолжалось до декрета ее тренера, после чего в новой группе наставник совсем иначе оценивал перспективы девочки. По рассказам самой Бутырской, новый тренер гнобил ее и называл «бесперспективной», после чего она утратила веру в себя и на несколько месяцев бросила фигурное катание, успев даже набрать вес. В спорт девочку вернула находившаяся в декрете тренер, которая порекомендовала ее в группу к Виктору Кудрявцеву, поставившему юной спортсменке прыжковую технику. А окончательно обрела себя Мария уже под руководством Елены Чайковской, благодаря которой, по собственному признанию, она приобрела уверенность в своих силах и поверила с возможностью больших побед в спорте. Карьерные успехи. Мария Бутырская принадлежит не одном, а сразу несколько уникальных достижений. Она приняла участие в одном чемпионате Советского Союза и в десятки чемпионатах России и никогда не оставалась без медалей. В начале с бронзы, в союзном первенстве, Мария уже в следующем году взяла первый чемпионат России после развала СССР. В 1994 году она проиграла Ольге Марковой, но затем первенствовала на национальном уровне пять раз подряд. Всякий раз обставляя свою главную конкурентку Ирину Слодскую. То и удалось впервые взять золото чемпионат России только в 2000 году. И после этого Слодская еще дважды опережала Бутырскую, которая за три года триумфов соперница довольствовалась двумя серебряными и одной бронзовой медалью. На международном уровне первый относительный успех пришел к Бутырской в 1996 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата Европы. После этого в ее карьере были еще три победы и два серебра континентальных соревнований и три медали финала гран-при. Серебро и две бронзы. Главный старт. Для нее это не удавалось даже советским одиночницам. Тогда в Хельсинки триумф Бутырская увенчал идеальный для России турнир, где наши спортсмены выиграли все четыре золота, а сама Мария откатала просто идеально, не оставив ни в короткой, ни в произвольной программах никаких шансов. Даже американки Мишель Клан, считавшиеся явно фаворитом соревнований. До того и сразу после в активе россиянке были еще две бронзы чемпионата мира, а вот ее выступления на Олимпийских играх как-то не задались. В 1998 году Бутырская была в нога на третьей после короткой программы, на две позиции опережая Суцкую, но не имея особых шансов зацепиться за борьбу с американками Кван и Тарой Лепницким. Ошибка Марии в произвольной программе обошлась ей очень дорого и стоила даже бронзовой олимпийской медали, которая ушла к итальянке Чен Лу. Это был самый реальный шанс для российской спортсменки увезти медаль с Олимпийских игр, так как на своей второй и последней Олимпиаде она ничего не смогла противопоставить соперницам, оказавшейся пятой уже в короткой программе и став в итоге шестой. В то время как Суцкая, например, взяла серебро после карьеры, по окончании своей профессиональной карьеры Мария, которая какое-то время участвовала в фигурных шоу, но делала это нечасто и довольно непродолжительный промежуток времени, так как была той уникальной спортсменкой, которая не любила показательные выступления, предпочитая соревноваться. Бутырская всегда обладала яркой и привлекательной внешностью и считалась лицом российского фигурного катания, а пресса приписывала ей романы с различными звездами шоу-бизнеса, например, с актерами Маратом Башаровым и Андреем Панином. На деле же фигуристка 11 августа 2006 года вышла замуж за хоккеиста Вадима Комицкого, от которого в 2007 году родила сына Владислава. Два года спустя дочь Александру, а в 2017 году еще одного сына Гордеем. Сейчас Бутырская работает детским тренером по фигурному катанию. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.